Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас я иду, направляюсь снимать шоппинг-блог в Резервт. Возможно, объединю два магазина Резервт и Манго, но перед этим планирую съесть вкуснейшую шаурму диетическую, чтобы были силы примерять вещи. Хочу вам показать девушке. Смотрите, сейчас сниму шапку, что я натворила с волосами, выкрасилась практически черный цвет. Подруга меня наругала, вот это вот я с одного окрашивания испортила себе волосы. Хочу сделать каре, отрезать длину, но пока думаю, возможно, где-то в середине февраля. Это вот такие новости. Если пойду подстригаться, конечно, я вас возьму с собой, ну, либо уже после расскажу об этом. Покажу стрижку, хочу каре. Люблю каре, моя любимая прическа, там можно варьировать длина, угол наклона. А с цветом волос буду что-то думать. Был такой у меня красивый каштановый, естественный. Я вот себе краскалориаль, испортила, сделала черные волосы, не идут мне. Ни длинные, ни черные, вот прям такие насыщенные. Немножко нужно исправлять ситуацию. Ну, как обычно, сделаю себе, знаете, беды, а потом исправляю полжизни. У вас тоже так, но мы, девочки, все такие. Давайте, присоединяйтесь ко мне, берите чай, что там, плюшечку какую-то, будем ходить вместе. Кушайте с наслаждением, смотрите мой влог, подписывайтесь на мой YouTube, Instagram, будем с вами виртуально дружить. Я надеюсь, что вещи будут хорошие в магазине, что видео будет приятным. Итак, девушки, начинаем наш шопинг-влог из магазина Манго. Несмотря на то, что в магазине распродажа уже полным ходом заходит новая коллекция. Хочу показать вам вот такую шубку, она приятная, мягкая, ее цена 3600 гривен, это 113 евро и в рублях 9000 рублей. Укороченная, приятная, довольно симпатичная. Опять же, анималистичный принт в моде. Я еще обратила внимание на обувь. Похожие модели были в прошлых сезонах в Zara, Water Queer. Эта модель есть в двух цветах, в сиреневом и в черном. Высота каблука 10 сантиметров, цена обуви 2300 гривен, это 72 евро приблизительно, и в рублях 6500 рублей. Смотрится симпатично, но, к сожалению, колодка Манго на меня не садится, слишком на узенькую ножку. Далее хочу вам показать модный зеленый оттенок в следующем сезоне, очень много вещей в этом оттенке. Жакет в гусиную лапку. Так спешили представить новую коллекцию, что вывесили жакет без цены. Мы видим разницу в Европе и у нас. Жакет у нас стоит 3000 гривен. Это 94 евро, либо 7500 рублей. Водолазку эту черную даже не смотрела цену, потому что ужасная синтетика. Далее кардиган, опять же, в гусиную лапку. Его цена 2300 гривен, либо 72 евро, либо 6500 рублей. К сожалению, всего лишь 3% шерсть. Такие составы меня расстраивают. Конечно же, я подошла к джинсам, которые выполнены в сером дениме. Красивая фурнитура, вся белая, прекрасная, все, как я люблю. И плюс джинсы идут на болтах. Если вы смотрели мои прошлые влоги, либо разборы гардероба, я делаю часто, каждый сезон, то девушки знают, моя зрительница, что я очень люблю серые джинсы. Вот такая вот модель. Я просто не могла именно любоваться. Выбеленный, красивый, серый цвет. Производство Турция. Цена 1400 гривен, 3600 рублей, либо 43 евро. Далее переключаемся на примерочную. Я взяла с собой вот такую пару обуви размер 40, и, к сожалению, не смогла даже пол ноги засунуть в эти туфли. Слишком узкие, высокий подъем. В общем, совершенно не моя обувь в манго. Цена 2000 гривен, 62 евро, либо 5000 рублей. Эта модель есть в черном и в кремовом оттенке. 100% кожа. Каблук, рюмочка, высота 8 сантиметров. Я оставлю в любом случае артикул внизу. Возможно, кого-то интересует обувь, но без примерки покупать не рекомендую. Далее я нашла из новой коллекции вот такую вот рубашку. У меня размер L, и на меня, на удивление, рубашка села. Обычно в манго не садятся. Размер больше обычного. Она такая очень оверсайз. Плюс эта рубашка есть в трех цветовых решениях. В белом, оранжевом и зеленом. Цена рубашки 1200 гривен, 38 евро, либо 3000 рублей. Далее рубашку я дополнила голубым джемпером оверсайз. Но джемпер уже взяла M. Собственно говоря, я решила в манго поиграться в этот раз в такую многослойность. Дальше будет третий слой, жакет. Но давайте сейчас про джемпер. Размер M. Цена 1400 гривен. Это 3600 рублей. Производство Турция. И состав 50% вискоза, 28% полиэстер и 22% полиамид. Также этот джемпер есть еще в черном цвете. Но вот голубой мне, конечно, понравился просто безумно. Что касается низа образа, это джинсы M. Они самые обычные. Там даже сказать особенно о них нечего. Стандартная цена 1400 гривен. 3600 рублей. 38 размер. Такие джинсы можно сейчас купить на распродаже. То есть ничем они особенным не выделяются. Не запомнились мне. Далее жакет L. Он такой, как в мужском стиле, с мужского плеча. Опять же, принт в гусиную лапку. Два кармана с клапанами. 63% полиэстер и всего лишь 34% вискоза. Цена 3600 гривен. Это 9000 рублей. Как я сказала, на мне размер L. Я взяла заведомо такой большой размер. Потому что надевала поверх двух слоев рубашки и джемпера. Эта модель жакета есть от XXS до XXL. В принципе, неплохой, но он форму не держит девушке. Далее я хочу показать вам вот такую вот блузку. У нее рубашечный воротник. Размер M. Страна производства Турция. Есть такие же брюки на сайте. И, то есть, может быть, такой вот костюм на лето. Очень-очень крутой. Ткань идет с атласным блеском. И это 100% вискоза. Геометричный принт. И ткань не липнет, не электризуется. У меня M. Цена блузки 1400 гривен. Либо 3600 рублей. В общем, везде стандартная цена. И у этой блузки какие-то уникальные размеры. От XXS до 4XL. Просто какие-то чудеса. Далее платье Slim Fit без застежек, без подклада. Тонкий трикотаж, прямой фасон и V-образный вырез горловины. Также вы можете видеть по бокам маленькие такие разрезы. Вот если бы их не было, было бы прекрасное базовое платье. Состав 52% вискоза и 48% полиамид. На мне M. Модель есть от XXS. По XL включительно. Цена платья 2300 гривен. И 6500 рублей. Но имейте ввиду, что платье очень по фигуре. И подчеркнет животик. Даже если его нет. Допустим, если так как я скушать шаурму. А потом идти делать примерку. Просто имейте ввиду. Если на свидание надевать такое черное платье. То придется все свидание провести натощак. Девушки, тут уже примерка манго заканчивается. Я решила показать общую картину в зале. Скажем так, цветные пятна. Как вы можете видеть. Зеленый, оранжевый, красный, голубой. То есть много-много красок. И тут я увидела симпатичное зеленое пальто. И у меня вопрос к манго. Неужели нельзя было сделать такое же классное пальто. Только в цвете camel. Цена пальто 6000 гривен. Это 190 евро. Либо 15 тысяч рублей. Опять же, цветочный принт. Очень популярный. Сейчас мы переключаемся на Reserved. Там будет огромнейшая-огромнейшая примерка. И тоже много платьев. Итак, девушки, мы с вами перемещаемся в магазин Reserved. Он находится в ТРЦ Globus. Это огромный магазин. Огромнейший. Двухэтажный. С огромной площадью. И мы здесь видим, в принципе, ту же самую цветовую гамму. Зеленый, оранжевый, голубой. Переключаемся. Смотрите, я взяла вот такую блузку. Сразу скажу, она маломерит. На мне размер 40. Модель есть от 34 по 42 размер. Например, цена 900 гривен, либо 2200 рублей, либо в евро 28 евро. Девушки, к сожалению, не на все модели я могу найти на разных сайтах цену. Если я не назвала в какой-то валюте, загляните в инфобокс. Там обязательно будет код товара. Блузка превосходная. Она невероятно украшает и круто смотрится с темно-синими джинсами. Джинсы на мне 38 размер. Они стоят 1000 гривен. Это где-то 30-31 евро и 2500 рублей. Очень плотные, жесткие, хорошо держат. Вот знаете, прям каркас. Вот это место. Талию, живот, попу подтягивают. Хорошая длина, насыщенный цвет. Просто превосходный. Могу смело рекомендовать как блузку. Она, видите, идет двойная внизу. Подклад, чтобы она не просвечивалась в области груди. А рукава, конечно же, без подклада. Я не могла бы подумать, что у меня коричневый цвет такой идет. Смотрится довольно неплохо. Я даже призадумалась, вы знаете. Далее будет бестселлер, я думаю. Это будет бестселлер в резерв. Тельняшку. Спешу поделиться, потому что я знаю, что не все девушки успели купить из прошлых шоппинг-влогов, которые были осенью. Но здесь V-образный вырез. Смотрите, не смущает вас это? Она хорошая. На мне М-ка. Стоит 500 гривен. В рублях 1400 рублей и 16 евро. Но я вот такая противная. Меня смущает V-образный вырез. Но в общем, если брать, она очень приятная к телу. Крутая. Есть в трех цветовых решениях. Еще с зеленой полоской. И просто черная. Далее. Я вам говорила за вот эти брюки в шоппинг-влоге в Zara. В прошлом. Эти брюки намного круче и дешевле на 30%. Их цена 900 гривен. Они есть черные и бежевые. Внизу вы видите на кнопках. Можно затянуть, как бы сделать поужину. Я распустила. Два боковых кармана. Эластичный пояс на кулиске. На мне М-очка. Цена 900 гривен. 2200 рублей. Либо 28 евро. Прекрасные брюки. Но они вот именно на такой холодный период. Я думаю, должны хорошо согреть. И очень хорошо сидят по фигуре. Нет лишних складок. То есть не придают объема бедрам. Обратите внимание. Это уже новая коллекция. Есть в бежевом. В бежевом. Но я все-таки голосую за черный цвет. Далее. Платье. В таком рубашечном стиле. Его цена стандартная. Смотрите. Мне кажется, в резерв подняли цену на платье. 1400 гривен. Либо 3600 рублей. Это 44 евро. На мне М-ка. И модель. Эта модель есть от XS до XLatch. Впереди планка с пуговицей. Смотрите. Я пояс сделала сзади. Мне намного больше. Так нравится. Смотрится более женственно платье. Нежели если пояс обвить вокруг талии. Но можно носить и так, и так. Кому как нравится. Рукав на манжете. Смотрите. И М-ка вполне на меня хорошо села. Хотя я такая дама с широкими плечами. Постоянно страдаю от этого. Рукав, плечи. Все прекрасно село. По-моему, только одно цветовое решение. Больше я не увидела какую-то другую расцветку. Похожую модель. Состав тоже не могу сказать. Потому что ни на ценнике не написано. Ни на сайте я еще это платье найти не могу. Но я оставлю артикул. Оно приятное. Тактильно приятное. Не колется. То есть пожаловаться вот в этом плане не могу. Еще одно платье в цветок. Оно есть в другой расцветке. Обязательно вставлю фото. Мне кажется, это будет бестселлер. Удачная посадка. Очень комфортно. Можно двигать руками, ногами. В талии точно так же на резинке можно растянуть. Можно поправиться. Можно плотно покушать. В общем, прекрасная. На мне размер 38. И эта модель есть от 34 по 44 размер. Цена 1400 гривен, 3600 рублей, либо 44 евро. Конечно же, 100% полиэстер. Но к телу терпимо, приятно, не колется. Очень комфортно, я бы сказала. Мне оно невероятно понравилось. Вы можете посмотреть, как я позирую, стараюсь. Вот как научили на утреннике в детском саду. Я вытворяла то же самое в примерочной. Далее куртка. Черная, размер 40, цена 1600 гривен. Есть в пятицветовых решениях. На сайте еще куртки нет, поэтому приблизительно ее цена 50 евро. Она не стоит этих денег. Размеры есть от 34 по 46 размер включительно. Мне не нравится, как я уже много раз говорила. Глухой черный цвет. Застежка только на кнопке. Большой промежуток между кнопок. Будет задувать. То есть это ни уму, ни сердцу. Ну, в общем, она особенно не согреет. Я не пойму, какой ее функционал. Решила показать. Ну, то есть показывать же не только хорошие вещи. Ну, и чтобы кто-то, просто гуляя по сайту, не заказал те вещи, которые не видел в шоппинг-влогах. Поэтому, я думаю, смысл есть показывать даже какие-то неудачные модели. Таким образом, она выглядит внутри. Все простенько-бедненько. Далее, девушки, я поднялась на второй этаж. Я думала, здесь сейл. Но увидела красивые платья. Я обожаю платья. Это мой пунктик. Новую коллекцию. Сначала просто сделала круг. Думаю, все, нет сил. Но потом решила, нет, я буду первая, кто покажет новую коллекцию эти вещи. Смотрите, какая блузка. Ее также еще нет на сайте. Но ее цена 900 гривен, 2200 рублей, либо 28 евро. И также из такой же ткани есть платье. Платье стоит стандартная цена 1400 гривен, либо 3500 рублей. Вот таким образом оно выглядит. И, конечно же, я его взяла с собой в примерочную. Дальше я увидела еще одно платье. Оно мне тоже безумно понравилось за счет своей расцветки. Забегая наперед скажу, что за счет того, что мало черного цвета, смотрится на мне, как бы я кажусь бледной. Поэтому хорошо, что я решилась на вторую примерку. Буду благодарна вам за лайки и за комментарии. Оцените мой труд во время нелетных погодных условий и карантина. Я надеюсь, что мои влоги полезны, и вы делаете правильные, хорошие покупки с минимумом возвратов и каких-то разочарований. То есть платье это прям конек резерв. Но я выбрала уже как бы не синтетику, а вискозу. И вот это платье рубашечное. Вискоза 100%. На мне размер 40. Эта модель есть от 34 по 46 размер. Например, классический воротник, застежка на пуговице, пояс на талии. Но немного я себя в этом платье чувствовала скованно. Очень понравилась расцветка вот этих вот цветов. Такая тонкая-тонкая работа. Девушки, обратите внимание, мне кажется, сядет прекрасно. Вот на рост 1,72-1,70. Будет просто, великолепно, женственно. И оно такое приятное, и его хочется все время касаться. И еще одно платье в цветочек с круглым таким вырезом прям под горло. Застегивается на пуговицы. Здесь собрано оно. Есть нюансы. Вот рукав мне не особенно нравится, зачем они сделали его при сборку. Я не люблю, когда вот так заканчиваются рукава. Лучше было бы просто длинный рукав на манжете, либо уже короткий рукав. Здесь показываю планку и пуговицы, саму расцветку. Очень оно приятное. Его цена 1400 гривен. За 3500 рублей эта модель есть от 34 по 46 размер. Модель немного маломерит. Учтите, девушки, я брала 42 размер из-за своих широких плечей. Прекрасное платье, могу вам рекомендовать. На этом мой шопинг-влог подошел к концу. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Спасибо за подписки, за лайки, за комментарии. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.